и все если вы заразились грибком не смейте блевать в моем грузовике я все скажу доброго всем времени суток с вами texer outriders ну и поехали наконец в лес так вот отдельная строчка появилась только в этой локации якуб ты здесь по приказу но дальше можешь не ехать а кто тогда будет чинить этот вонючий драндулет не бойся я кое-что умею ты да ты так ничему и не научилась скажи на кой хрен тебе вообще там подыхать просто я верю что там мы найдем лучший мир даже если и так мы все равно все у гандоша ну с таким-то отношением ну что ж поехали так у нас одна попытка буду откровенен кто пойдет сегодня со мной вероятно погибнет зато потом устроим праздник вечно в какой-то дерьмо вляпываюсь есть мысль что алиум пухлин от лес с его этими грибками ну а ведь такие сосны обычные откуда кстати они тут получено достижение билета в один конец а ну в принципе вы видите оверлей то и поддерживается непонятно почему то есть в bs у меня отключен оверлей стима не показывать его при захвате экрана но все равно он его захватывает причем от патча к патчу это все меняется раньше еще тут показывался счетчик fps но этот джефорсовский зелененький в левом верхом угол потом он пропал причем он пропал даже у меня на экране раньше просто не обычно в играх у меня не записывается но по-прежнему всякие у них роликах с fps лучше правда видео записали просто и все мишки у какое грибок дымит надо починить очиститель ну а смысл грузовику все равно кранты запечатайте дверь остальное позже а ты куда ждите здесь вы следите хризалоиды выполнена сам сам того не знаю да пойдем в логово убить хризалоиды спасибо вот эту хреновину размеров не с грузовиков должен убить нет но я паука вулкан это бил уже конечно мне не привыкать то уже до уже да блин а как вот от этого вернуться от зловонного дыхания за упасть в башку тени лучше о башку там получше идет там крит так ракетный стоп надо ближе ставить и чего мне за камин отпрятаться в этом моменте что ли я не понял до башку чуть побольше он приходит так я открываю в итоге до меня доберется на чуть-чуть ему прилетело хоть патроны экономлю в конце концов эээ чем ты меня уронил признайся хризалоид блин я турели свои не вижу кстати так тут патроны лежат все он ко мне прорвался а я уехал к нему да здорово как оттуда и горьше свободу он там упал топтаться будет правильно что происходит то я спиной в стену уперс похоже да там где твой турель по нему фигачит ты леденеешь наверно да на тебе турель я кодрю швырнул на тебя не добило блин он слишком большой 200 патронов это хорошо так он уходит что ли эй козлина а у камнями кидается хорошо я побегаю я не возражаю так да я я эту залпу снова приберегу для тебя ты еще тут делаешь блин ну чё это вызывает это вы куда что ушел я только поставил так здесь патроны я побежал зарежусь да ему не так много осталось да сдохни ты ж уже метки а я заправляюсь блин не добивает что такое я убил а я турель скрипит добил в общем система-то залпового огня она в пролете так собираем все титан о хорошо брюки убийцы по-моему брюк тире убийцы было написано мне так показалось по крайней мере хризалоид он уже без теории леса пошел лесной гигант с отрицающей землю своим топотом а ростом хризалоид может подягаться с небоскребу а своими массивными руками он может сносить целые горы и деревья это одно из самых огромных существ которые встречались с людям на енохе некоторые внешние черты хризалоида указывают на происхождение от насекомых сейчас эти огромные мандибулы вокруг рта по-моему на челюсти больше таки похоже остатки крыльев на спине и окружающего кокона с которого он не до конца вылез и до конца вылез ленивый вероятно раньше существовал чем-то вроде гусеницы свившийся кокон но процесс ее трансформации был нарушен аномальными мутациями из-за чего она выросла до невероятных размеров судя по всему у хризалоида еще не до конца завершился этап куколки хризалоид может создавать очень громкие звуки глубоким низким ревом он обычно призывает свое потомство потомство от высокого и пронзительного крика трескаются стены и лопают сушные перепонки но у алюмов они прочнее чем у людей поэтому они не полопались там какие-то награды кстати были дайте мне награду которая не нужна получена награда чё награда где награда это награда так я все собрал дайте еще раз заряжусь не с чем кончится просто это что такое? а это вернуться к грузовику я так понимаю да вернуться к своим задание выполнено хаос 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 это не конец нет это ты видела в своих волшебных видениях потому что очевидно что мы отсюда не выберемся грибок нет 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 все в порядке так и должно быть это еще кто? вин дизель хаос эй куда мы идем? кто вы вообще такие? на ваши вопросы будет отвечать доктор ммм лакомпаниле уже поздно мы не доберемся до доктора стоять или люди умрут ты сдохнешь нахер вместе с ними я не угрожаю им тупица я пытаюсь спасти их что это вообще такое прошу прошу не бойтесь меня зовут Найтан Скерлок ксенобиолог док доктор Авраам Захеди вы не могли бы объяснить Захеди? ну да это же такая честь читал работы вашего отца ну пока он их писал я пока не так знаменит как он но у меня есть одно весьма полезное достижение просто скажи нам что это да да конечно простите грибы не всегда были такими их ДНК мутировало моя сыворотка заставляет гриб атаковать себя вот все кто мог сюда добраться могут жить здесь сыворотка вводится каждый день почему никто не вернулся мы не рискуем уходить из лагеря без нее мы проводим обряд раз в месяц вы очень кстати алюмом нельзя увы надеюсь вы все присоединитесь к нам мы не планировали задерживаться но там вас ждет лишь смерть в любом случае надо чинить грузовик хорошо спасибо спасибо странно из всех кто зашел в лес доходят до этого лагеря ну и все ладно кто-то доходит довольно много тут куча народу почему никто не вернулся ну так приняв сыворотку то есть она грибы тебя не страшны вернуться назад рассказать что есть лагерь что есть сыворотка и все такое как-то все это странно уже там чей то помнишь Катверт? мы уже были здесь ух ты ж то-то место знакомое думал глюки от сыворотки а может тебе в задницу новый мотор завалялся посмотри а? тогда поедем дальше помнишь мы оставили здесь грузовик тогда во время бури я его найду найдешь? прошло 30 лет не для меня ну да он же в принципе все помнит он же недавно так библиотека ремиссии первопроходца награда получена че? доктор доктор Нейтан Скерлок так че тут у нас в конце плохо что-нибудь дописывают и просто открываешь то что-то читал спустя годы Скерлок наконец подошел в флотную к разработке эффективного лекарства он собрал последнюю экспедицию в лес чтобы протестировать лечение к нему присоединился Кан Юнг Су со своими солдатами ни один человек из этой экспедиции не вернулся в Зак решили что экспедиция погибла а разработка лекарства потерпела неудачу но теперь мы знаем что в глубине леса есть мужчины и женщины желавшие избежать войны они нашли себе представящие и основали анклав дезертиров а Скерлок стал их де-факто лидером ааа понятно анклав дезертиров это понятно так да в перьях каких-то Кан Чон Су начальник охраны Кан присоединился к доктору Скерлоку после того как тот убедил его в эффективности своего метода лечения Кан покинул траншеи но не потому что устал от войны и насилия ему просто захотелось стать самым всех хозяином Кан не любил подчиняться и постоянно говорил своему командиру что он засунул свои приказы куда подальше а когда Кан покинул траншеи у него появился шанс возглавить свою собственную армию и создать свое собственное государство в лесу теперь Кан командует своей армией дезертиров они поддерживают порядок в анклаве охотятся на монстров которые забредают на их территории защищают Скерлока и лекарства которые помогают им выжить кроме того они охраняют границы леса и спасают людей которые бегут в лес из траншеи многие считают лидером Скерлока но похоже что на самом деле вся власть принадлежит Кану а вот это плохо много лет назад еще на земле полагали что грибы это часть флоры но не совсем они отдельные однако постепенно стал ясно что они ближе к животным чем к растениям ключевое различие состоит в том что растения являются автотрофами то есть сами производят нужные питательные вещества животные с другой стороны являются гетеротрофами поскольку они получают питательные вещества только путем поглощения других живых организмов наивных разумеется всех ученых занимается основным смертоносный лесной грибок первыми с ним столкнулись первопроходцы которые вышли в лес в день высадки они обнаружили черную липкую похожую на смолу субстанцию которая шевелилась и могла перебираться с места на место прямой физический контакт с ней приводил к мгновенному заражению симптомам которого была кровавая рвота с кровью масло масляное в дальнейшем у зараженного отказывали внутренние органы а затем все ткани разжижались однако с тех пор грибок значительно эволюционировал да блин за 30 лет он эволюционирует бешеные какие-то мутации идут для заражения теперь не нужен прямой контакт достаточно вдохнуть споры которые присутствуют в лесном воздухе грибок словно хищное животное стремится атаковать любого человека зашедшего на его территорию но вне леса практически не встречается мои коллеги воспринимают этот грибок иначе большинство до сих пор справятся устаревшие знания полученные еще на земле если есть способ противостоять этому грибку то мои коллеги никогда его не найдут а у меня есть рабочая гипотеза грибок скорее всего уничтожен немало существ изобретающих лес но он явно находится в симбиотических отношениях со многими питателями леса если заставить грибок считать человек еще одним зо симбионтов то не будет причин атаковать нас но вот вопрос как это сделать только что он говорил что грибок атакует сам себя благодаря сыворотке теперь нет теперь симбионт чувак ты определись так у меня заправлено все погнали что по времени нормально а да карта 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 что тут у нас вообще ох ты ж елки кривозуб хорошо да однако тут че хищник стал жертвой здорово а мне то куда вот блин большой логово хризалоид а ну это я уже зачистил оно само по себе ну че до этого места дойти а тут потом уже по боковым на лагерь анклава идем я видел тень все видят тень особенно как солнце встает и прыг а не прыг ориентир старый грузовик прямопроходцев посмотрим где-то к северу от анклава десертиров вы надеялись найти этот грузовик который аномалия подбросила в воздух 31 год назад когда вы пытались сбежать из леса с Яковом ширить тандером я кстати не помню куда подбросили весьма что еще там на немало будет детали необходимы Якову чтобы починить вашу установку ага это че лесной анклав декларация лесного общества мы построили это место чтобы привыкли тех кому повезло не сгинуть в аду траншей в этом убежище в глубине леса люди наконец смогут зажечь свою жизнь вдали от безысходности кровопролития которыми пропитаны на долине да хреново тут живете кажется нас же клянется любой ценой даже ценой собственной жизни защищая благополучие нашего поселения от настоящих и будущих угроз под началом с Керлоком и под защитой Кана мы примем в свои ряды всех кто ищет спасения от бесконечной войны и готов родились с нами общий тяг да тягут у вас то хороший я догадываюсь кого чего а ну это дезертеры обитатели леса группа людей объединенных общей целью любой ценой избежать с фронта подручные с Керлоком и Кана пришли в лес первыми именно они построили анклав под них дезертером присоединились и другие люди те кто даже не надеялся выжить в лесу тем не менее Канн спас а с Керлоком вылечил слухи о контрабандистах которые за плату выводят людей в тайно убежище в лесу казались невероятными ну это правда ну блин ну на них должны были уже выйти так не бывает давайте осматривать лес надо поспрашивать хочу разгадать тайну этого бункера это да тайна бункера да тут одна дорога понятно но тут возможно есть кого поспрашивать действительно я прошел через войну болезнь и жеребьевку не для того чтобы топнуть ну там что то есть впереди вот ты кто и с чем ты оп читай-ка у меня есть товар на любой вкус а это что а если нет я знаю когда торгаш понятно начало пути показания беженцев когда я увидел подъезжающих к воротам машину сначала подумал что это приехали пассажиры которые займут свои места на корабле но они не остановились у ворот и тогда я заподозрил неладное их было около десяти и во всех них сидели бандиты я даже не знаю как благодарить первопроходцев за то что они пришли нам на помощь и задержали их дафне эмили и всем остальным добраться до лифта но это видимо отлет корабля уже входя в космический лифт мы увидели что они ворвались на базу огромная вооруженная толпа неслась вперед топча друг друга люди пытались забраться по шахте космического лифта наверх неужели они надеялись таким образом добраться до самой орбиты ну да по космическому лифту через всю атмосферу ага мой транспорт добрался до флора с последним мы едва успели подняться на борт когда увидели внизу спочки с взрывов и космический лифт рухнул он упал в сотни по несколько сотен миль и наверняка раздавил тех кто оказался внизу в радиусе сотни миль сегодня я разместил в криокапсулах последнюю группу пассажиров дальше на борт флорес никто не попадет лифта который словно половина связывал нас с землей уже нет и все же во время обхода я обнаружил несколько пустых криокапсул проклятые бандиты неужели они думали что кто-то из них проникнет на борт или ими руководил нигилизм уверенность в том что если они не выживут то должны погибнуть все остальные блин ну что торгаешь тут болтает болтает на духом зудит зудит блин мерсера кост это он чего желаешь там в календаре нож расскажешь про него у меня неприятности не везет мне я задолжал одному нужно расплатиться к этому дню или сыграть с ним во что сыграть выиграю он прощает долг проиграю бах но еще никто не выигрывал а как же мне быть спросили во что играть ты не поговоришь с ним поговорю я сыграю за тебя все еще не удалось поговорить с этим игроком я понимаю так ща 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 прочитаем жила так клевая пальтишко первая проходец думал они все погибли пока еще нет у кого стащил это старье мама мне его отдала дед был первопроходцем а черт кем он был его звали джек таннер знаешь его хороший был человек мой капитан а точно сара уже дочка таннера погиб пытаясь предотвратить посадку на этот кусок земли рад знакомству да ну небось он в гробу переворачивается видя кем я стал нахрен он таким стал будешь что-нибудь покупать твой отец серхио акоста что с ним стало знаешь его так виделись ну он выжил в джунглях в первый раз но сдура полез в них снова и это я во всем виноват это как ну мои родители были чокнутыми я всю жизнь провел в вонючем бункере мы приносим великую жертву чтобы спасти человечество но знаешь они не рассказали мне что мы защищаем однажды мне надоело я сбежал но папа не успокоился он решил меня найти и спасти глупая затея это свойственно перо проходцам недавно разведчик рассказал что нашел останки его экспедиции в джунглях но я не решаюсь пойти взглянуть но если ты найдешь их принесешь мне кое-что мамин портрет на цепочке поищу твоего отца так ладно для ясности если ты не поговоришь с этим игроком то скоро за мной придут а ладно к скрипту не придут так чё продажа то наконец то так Так, ну фуфаечки. Набедренная повязка кровавого ритуала. Хорошее название. Вообще смотрю нормально так у тебя тут. Штурмовушка интересная. Дробовик. Пистолет, пулемет. Пулемет. Автоматический дробовик. Вот я дробовик это люблю. Забавно. Я к тебе буду заходить. Так, хорошо. То-то мне интересно. Так, погнали. Ты кто дезертир-торговец? В анклаве Мерсер играет роль торговца. Но при этом он никак не может стать своим для местных жителей. Мерсер постоянно пьян и из-за этого часто попадает в неприятные ситуации. Оказалось, что Мерсер внук Джека Таннера и сын Сары Таннер. Он узнал вас в первопроходце, потому что от матери ему досталась точно такая же куртка, как у вас. Мерсер вырос в карьере в темном бункере первопроходцев. Выходить наружу ему не разрешали, родители считали, что он, как и они, должен охранять бункер. В конце концов, Мерсеру это надоело, он сбежал. С помощью одного из людей Кана он добрался до анклава. Серхио Акоста отец Мерсера отправился его искать, но так и не нашел. Так, ты кто? Ник Везунчик Уокен, игрок. Житель анклава, игрок, обожающий русскую рулетку. А, понятно. Каким-то образом ему удалось добиться невероятной серии побед в этой игре. Говорят, что Везунчик был обычным салт-музак, которого выгнали с города в ущелье и траншейного города за то, что он напрасно подвергал опасности жизни своих товарищей. Не кричит уж такому азартному игроку, как он, будет комфортнее среди дезертиров. В последней игре Мерсер поставил против Везунчика и поэтому теперь сильно ему задолжал. И чё? В русскую рулетку будем играть? Ну это извиняйте, вы скриптовая фигня-то. Так. Да не, мне не грузовик. Мне задание. А вот нечестная игра. Отслеживать. Попаем. С дизугами. Надо же сначала здесь разобаваться с заданиями. И да, он этого за спину ещё на задание маячит. Хочу выплатить долг Мерсера. У меня был договор с Мерсером. Этот дурачок струсил. Если я проиграю, он платит дважды. Вот это уверенность. Пожалуйста. Мне чё-то надо делать? Охереть. Ты, ты, алло? Твой ход. Да всё будет нормально. Пуля же всего одна. Вера. Жми на курок. Или я нажму. Охереть. 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 Чё-то я не понял, но ладно. Больше Мерсер ничего не должен. Ничего нового. Странно. А, ещё не перевисался на Дневник, да? Ладно. Дневник Ника Везунечка Уокина. Я уже думал, что не жилец. А затем произошло кое-что странное. Буря, в которой я, по идее, должен был погибнуть, просто прекратилась. А я внезапно учтил, что время как будто замерло. Я побежал и увидел, что всё вокруг становилось. Подвижившись только я один. Мгновение спустя время продолжило свой ход, а я рот был в изнеможении. Теперь это кажется очевидным, но тогда я не сразу понял, что получил способность управлять временем. Это умение помогло мне избежать смерти бесчётное количество раз. А ещё я с тех пор ни разу не проигрывал в карты. Я не могу делать это слишком часто и слишком долго. Иначе сильно ослабну. И из глаз кровь пойдёт. Максимум, что я способен, это несколько секунд. Но большего не нужно. До всех окружающих несколько секунд пролетают в один миг, так что их мозг не успевает ничего понять. Для них не проходит ни секунды вообще. Был, правда, один тип, Алиум, который я тоже пытался обдурить таким образом. Но о нём-то почему-то не сработало. Он раскусил меня сразу же и, наверное, убил бы, если бы не внезапное нападение мячежников. Я не такой дурак, что после этого оставался в траншеях. Познакомился с одним контрабандистом и напросился в адресной анклав. Вот снова в деле с новым трюком, который никто сроду не заметит. Скоро богатым буду. Свою новую игру я называю подменой. Подменой чего? Я чё-то ни хрена не понял в этой их игре. Ну да, он себе в репу не зарядит, потому что он быстрый и может посмотреть, собственно, там ствол в этом, ой, в свол, патрон перед стволом или нет. Ну, вроде они тут сыграли, типа он проиграл. Ну ладно, не проиграл, по-сталяму убить нельзя. Как-то всё, муть какая-то. Какая-то муть. Чего желаешь? Твой долг улажен. Я тебе жизнью обязан. Вот, возьми это. Я сам сделал. Очень ценно. Ого, неплохо. Твой дед бы гордился тобой. Дед был смогутчиком? Ха-ха-ха-ха. Так. Ну, короче, всё на продажу, поэтому пуф, к чё брать. Захочешь промочить горло? Прихожай. С меня причиной. О, уровень оффнулся, это хорошо. Вот, тактичную турамин, наконец, дали. И тут заметил тень на дереве. Думал, кто-то из наших. Ну, давай посмотрим. Так. Навыки, наверное. Да, навыки. Целебная волна, игроков, похолодание. Да не, не нужно мне такое. Токсичная турель. У меня выбрано, что ли? Нет. 115 отравление. 136 и заморозка. О, так это лучше. Не-не-не-не-не. Я крил турель оставлю. Так, чё, по времени нормально, да? Пора загругляться. Так, чё у нас тут? Тут вроде всё, да? Убережье. Ну чё, выходим в следующую зону. Так, потрошки на выходе. Я тратился, не тратился? Не помню. Выходим. Примитивненько. От этого хризолида, или как его там? Самое то, да? Таким фигом защищаться. Смахнёт и не заметит. Ну вот, записалось. Ну что ж, господа, на этом всё. Жмите, пишите. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...